Всем привет! Продолжение видео о том, как, когда и где нужно выбирать тяжелую гирю. В предыдущей части я постарался ответить на вопрос, когда и как выбирать тяжелую гирю, что при этом нужно учесть. Сейчас я расскажу непосредственно, где нужно приобретать тяжелую гирю. Хочу сразу сказать, что тренироваться можно практически с любой гири, с любой самоделкой, вплоть до болванки с приваренной дужкой. Вот как примерно может это выглядеть. Моя самоделка, болванка 65 кг, толстая дужка самоделка приваренная. Очень прилично получилось. Это в общем-то еще хороший вариант, есть гораздо хуже. И тем не менее, мы можем успешно тренироваться и развивать силу и с такой гирей, которую я оказал, и даже с более худшими вариантами. Привыкнуть, приноровиться можно практически к любой гири. Надо учесть, что благодаря тому, что гири, включая тяжелые гири, в последнее время получили большую популярность. И в интернете, слава богу, сейчас есть интернет, проводится очень много заруб, челленджей, онлайн. Они проводятся по разным подъемам. И как правило, человеку, который поднимает тяжелые гири, хочется сравнить свои результаты с результатами других силачей. Соревноваться с ними, зарубиться. И вот тут-то как раз дизайн гири, определенный дизайн гири, может оказать свое существенное влияние на результаты. И, конечно, если у вас планы стоят вот такая тема, как участие в зарубах, сравнение своих результатов с результатами других, вам нужно приобретать тяжелую гирю и, желательно, оптимального для себя дизайна. Хотя, разумеется, для сильных людей дизайн не является помехой, поднимает очень большие и тяжелые гири, скажем так, совсем неудачного дизайна, о котором я упомяну ниже. И сейчас производители производят гири разных дизайнов, и эти дизайны, дизайн гири имею в виду, порой достаточно сильно отличаются друг от друга. То, что там часто встречается, что отдельные персонажи рекламируют гири того или иного производителя, говорят, что это самые лучшие гири на свете, в мире, это можно считать недобросовестной рекламой. Смешно читать и видеть это. Сначала у такого персонажа одна гиря является лучшей в мире, потом она внезапно становится дерьмом, и лучшая в мире гиря уже другая, потом эта другая снова становится дерьмом, не снова, а она же становится дерьмом. А самые лучшие уже гири третьего производителя, ну и так далее. Понимаю, что парни пытаются честно отработать полученные на халяву гири, но реальность на самом деле другая. Лучших в мире гирь просто не бывает, по тем причинам, о которых я расскажу дальше. Люди все разные, разные габариты, разные антропометрические характеристики, разные у всех техники подъема, ну не у всех, а порой они кардинально отличаются. Разные есть упражнения в тяжелых гирях, рывок, жим, толчок, доношение, разные другие упражнения. Соответственно, подобрать оптимальную гирю, которая всех бы устраивала и подходила бы исключительно для всех упражнений, задача практически невозможная. Речь может идти о гире, может быть лучшей гире, для какого-то конкретного индивидуума, который путем проб и ошибок подобрал себе оптимальную для него гирю. Но это вовсе не означает, что эта гиря будет оптимальной и для вас. И тем более не означает, что эта гиря лучшая в мире. Надо учесть, что этот данный конкретный индивидуум потренировался со всеми гирями, которые есть на рынке в течение достаточно продолжительного периода времени. Можете ли вы мне назвать такого человека, который потренировался или хотя бы попробовал, исключительно со всеми гирями, которые на данный момент есть на рынке? Ну, я таких не помню. Я, как человек, никем и ничем не ангажированный, все свои гири, не только эти, я приобретал на свои кровные. Поэтому, мое мнение беспристрастно. Гири разных производителей отличаются и порой весьма сильно. Но так и мы очень сильно порой отличаемся друг от друга. Проще говоря, у каждого свои анатомические способности, к которым еще добавляются особенности техники подъема. Нужно учитывать, что есть достаточно много разных подъемов, которые очень отличаются друг от друга. Рывок, жим, доношение, подъемы на ладони, на попа. Что ж теперь, под каждое движение, под каждый подъем, свою оптимальную гирю. Не, ну, у меня, в принципе, может быть так и есть, но у меня исключение справа. У меня есть место, куда все эти гири поставить. Понятно, что анонси будут влиять, а может быть даже определять технику подъема. Наряду и с основными параметрами гири. Основные параметры это длина, высота просова, диаметр шара и диаметр дужки. Можно еще учесть форма. Форма непосредственно тела гири. Она не всегда бывает шаром. Вот как здесь, например, здесь, здесь. Но есть, как говорится, еще более худшие образцы. И вот соотношение вот этих вот параметров, перечисленных, просов, длина, высота, диаметр тела и диаметр дужки. Вот это вот соотношение, оно должно быть оптимально для каждого конкретного индивидуума. И не только индивидуума, но и подъема. Как вы уже, наверное, догадались, на практике это очень сложно осуществить, практически невозможно. И лучший вариант, на мой взгляд, перед покупкой, приобретением тяжелой гири, это попробовать ее, посмотреть, насколько она подходит под ваши особенности подъема, под ваши какие-то анатомические способности. И выбрать наиболее подходящую для вашего телосложения и техники гирю. Если такой возможности нет, проверить. Понятно, что она очень не всегда бывает. Я советую приобретать гири, исходя из своих финансовых возможностей. Желательно, покупайте гири с возможностью модернизации, так что можно было в дальнейшем увеличить в ней вес, либо удалить свинца, либо варить гайку, что, в общем-то, даже лучше. И в процессе тренировки вы адаптируетесь с ней, привыкнете и будете показывать весьма достойные результаты. Как у меня было, например, вот с этой гирей Ратмир. Я ее приобрел. Изначально она весила 65 килограмм. Потом я ее через какое-то время залил. Прибавил 5 килограмм, стало 70 с половиной. Изначально вес 65-504 пуда. Я с ней очень долго тренировался. Она весьма неудобна для любых подъемов. И на ладони, и на попа, и стандартно. Толстая душка. Я ее специально сделал в толстой подстаринной гире. Большой парсов 85 миллиметров. Очень неудобная, несбалансированная. Но, тем не менее, я с ней достиг весьма, ну, скажем так, хороших результатов, как мне кажется. Мне удалось сделать вырывание с этой гири при весе 70 с половиной килограмм. Сделать доношение, опять же, при весе этой гири 70 с половиной килограмм. И вторая гиря была 50 с половиной килограмм. Причем жимовой вариант доношения я жал обе гири. Я ее пожал на попа. Мне почти удалось, не удалось, а почти, это не в счет, Сделать с ней и рывок на попа. Я ее пожал на ладони, два раза подряд. Причем забрасывал сразу на ладонь, одной рукой. Все это за несколько лет, не рывок с этой гирей. Уверен, что на более удобной гире результаты были бы выше. Не знаю, насколько, но выше. Но я уже привык к ней. Продолжал с ней тренироваться, увеличить свои результаты, выполнять свои цели. Несмотря на то, что у меня уже на тот момент были гораздо более удобные гири для подъемов. Еще раз спасибо за эту гирю. Спасибо Дмитрию Васильеву. В любом случае, как я уже говорил, гире, ко всякой гире, ей нужно будет время для того, чтобы к ней приспособиться, приноровиться. А тренироваться можно и даже вот с болванкой. С болванкой, с приваренной ручкой. Достаточно успешно. Еще хотелось бы мне упомянуть о так называемом факторе цена-дробь-удобство гири. Учитывая то, что это долговременное приобретение, я бы, конечно, на долгую перспективу приобретал бы более удобную, конкретную для вас гирю, даже если она стоит дороже, чем гири какого-то другого дизайна. Разумеется, если есть выбор. А сейчас краткий обзор того, что есть сейчас у нас на рынке, на рынке тяжелой гири.